Да, ну начну с того, что поговорить о неполитизированности, с которой начали. Естественно, что нам в регионах говорить о неполитизированности достаточно сложно, потому что у нас политизирован любой вопрос. Мы защищаем точечную застройку, зеленую зону, а в результате я получаю, например, 15 суток ареста при максимально разрешенных 10 по статье. Судья дает мне в полтора раза больше. Здесь политика или не политика? По-моему, это очевидно. Мы выходим на улицы, мы проводим законные массовые мероприятия, а получаем очередные административные статьи, которые, опять же, как их дать, и наведут к уголовным. Мы идем на выборы, и в этом году, участвуя на выборах, я получил в результате 4 уголовных дела. 4 уголовных дела, 2 из которых близятся к суду. Соответственно, защищая ту же точечную застройку, отменяя полумиллиардный контракт. Я в этом году там получил 4 пули в спину. Слава богу, что не ушел в Борису Немцову, потому что пока это травма. Поэтому в регионах мы живем по-другому. И вот, как саясь, вопрос пропаганды. Здесь многие сказали о том, что мы говорим о величии страны, телевизор говорит об этом. Нет, на самом деле любая бабушка на выборах вам скажет просто. Все основное, что ей дает зомбоящик, показывая Сирию, Алеппо, говоря о непримиримой оппозиции в Алеппо, он говорит о том, чтобы она думала здесь, лишь бы не было войны. Чтобы она понимала, что у нее отбирают сегодня социальные гарантии, что ее пенсия в реальности снизилась в два раза за счет ценников в магазине, но лишь бы она думала и простая учительница думала, лишь бы не было войны. Поэтому сейчас вся пропаганда направлена на то, чтобы люди терпели. Терпели любую социальную деградацию на самом деле общества. Можно ли сказать, что у нас нет перспектив? На самом деле я считаю, что есть. Опять же в этом году мы целенаправленно доказывали то, что у нас, по сути, я считаю, осталась единственная статья Конституции, которую мы еще имеем возможность соблюдать. Это статья 3. Статья 3, в которой сказано, что народ в части 2, в пункте 2, что осуществляет непосредственно свою власть и может осуществлять. Опять же, выходя на публичное массовое мероприятие, мы в этом году отменили эту самую точечную застройку в зеленой зоне с полумиллиардным контрактом. Чтобы вам было понятно, для Вологды это 100-150 миллионов только распильного бюджета. Сумели отменить. Дольщики, обманутые дольщики, которые вышли, 2 года не могли добиться того, чтобы просто станцию, подстанцию не поставили, не подключали дом. В течение двух недель власть решила весь вопрос. За счет РЭКа, за счет всего принятия резко своих решений. Самое, что интересно, за счет Волокда и Энергоспыта. За счет активности. За счет того, что люди вышли на улицы. То есть, на самом деле, абсолютно очевидно, я думаю, здесь всем очевидно, власть, да, не сменится в результатах выборов. Власть сменится только тогда, когда народ в массе своей, огромный народ, выйдет миллионом и возьмет эту власть непосредственно в свои руки. Вот. Ничего другого у нас нет. И я думаю, что каждый из нас, работая на местах, в регионах, в Москве, будет добиваться этого. И в конечном итоге мы будем понимать, что мы приведем этих людей на улице, для того, чтобы эту власть сменить. Благодарю вас, Евгений Владимирович. Очень. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, поддерживайте движение вместе.